Во вторник Станислав Воскресенский впервые посетил Лугский район. В ходе визита ознакомился с работой поликлиники при ЦРБ. Учреждение обслуживает порядка 7 тысяч человек, в том числе 800 детей. Здесь располагаются кабинеты УЗИ и функциональные диагностики – процедурный, прививочный, флюорографический и другие. Также в составе ЦРБ круглосуточный терапевтический стационар на 15 коек и дневной стационар на 28 коек по разным профилям. Но гордость медучреждения – действительно скорая помощь пациентам на дому. Все благодаря вот этим красавцам. Это транспорт для передвижения наших фельдшеров с целью повышения доступности и качества медицинской помощи. Очень удобное средство. Это из средств муниципального бюджета выделено средство для приобретения 5-ти скутеров. Скутера для нужд больницы приобрели 5 лет назад. С их появлением фельдшеры стали гораздо мобильней. А значит, больше сельских жителей получают своевременную медицинскую помощь. Да и медработникам добираться комфортнее, чем пешком или на велосипедах, как было раньше. Удобнее добираться до больных, во-первых. Во-вторых, от места жительства очень удобно добираться. По участку километров где-то 8-10 у нас. Вот так вот разброс такой, да. Проблемы, о которых врачи рассказали главе региона, как ни странно, тоже касаются транспорта. На сегодняшний день работающих автомобилей в ЦРБ всего три. В том числе две машины скорой помощи. Этого для полноценного медицинского обслуживания района недостаточно. Радиус обслуживания скорой медицинской помощи у нас составляет 35 километров. Кроме этого, так как мы являемся учреждением первого уровня оказания медицинской помощи при трехуровневой системе, у нас мы обязаны доставлять пациентов в мешарионные центры и учреждения третьего уровня. А также мы возим пациентов с острыми нарушениями мозгаукрообращениями и с инфарктами миокарда в областные лечебные учреждения, в областную больницу и в областной карди-диспансер. Поэтому у нас транспорт в день бывает, что не один раз выезжает. Глава региона согласился, что транспортная проблема нуждается в срочном решении и поручил профильному департаменту этот вопрос проработать. Наталья Гутарина, Генис Денисов, РТВ Иваново, Лухский район.